МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трофей из леса. В Беларуси открылся сезон охоты на копытных. Как не попасться специалистам и привезти законную добычу? Нужно проверять, чтобы все документы были в порядке. С днем учителя. В Бобруйске в преддверии профессионального праздника поздравили педагогов. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Как это было. А также чистый лес, первые добровольцы и ветреная пятница. Синоптики рассказали о капризах осени. Что будет дальше? Не забудьте поздравить педагогов. В Бобруйске накануне Дня Учителя звучат слова поздравления в адрес профессионалов своего дела. Торжественной локацией стала главная сцена города. А тех, кто учит читать и писать, складывать и умножать в следующем материале. Бобруйск начинает поздравлять учителей. Центром притяжения педагогического актива стал концертный зал Дворца искусств. В холле Дворца искусств небольшая выставка. Педагогическая история в фотографиях. До начала торжественной части можно сделать снимок. Но все-таки самое интересное происходило непосредственно в зале. На празднике более полутысячи гостей. В этом году праздник прошел в стиле кино. В главных ролях учителя. Праздник в городе у нас. С Днем Учителя всех вас! Слова благодарности от руководства города. Без цветов и подарков, конечно, не обошлось. Вы учите ребят самому главному. Учите их добру. Учите их уважению. Учите тому, что называется быть настоящим человеком. И за это вам искреннее спасибо. Стихи, песни и танцы. Спасибо от коллективов города. Мы будем петь. Для нас ведь. Учителя и коров. И ваше погрузение. Не забывают и старую гвардию педагогического актива Бобруйска. Ведь именно они стояли у истоков создания городской системы образования в середине 90-х. Вы те люди, которые всю свою профессиональную деятельность посвятили именно воспитанию и образованию молодого поколения. Огромное вам за это спасибо. Уважаемые коллеги, я имею право так сказать, потому что 13 лет педагогического стажа в моей трудовой книжке присутствует. Хочется вам пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей нелегкой, безусловно, трудовой деятельности. С праздником вас! Концертная программа длилась почти два часа. И пусть песни уже спеты, но это далеко не конец. Фильм только начинается. Итак, старт череде праздничных мероприятий дан. Завершится он в воскресенье. Беларусь отметит День учителя. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Поддерживать экологию модно. Жители Могилевской области приглашают принять участие в акции «Чистый лес». Она пройдет 17 октября по всей стране. Чтобы стать участником, нужно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. В течение дня волонтеры помогут специалистам в ликвидации несанкционированных свалок, строительных и бытовых отходов. Всех желающих обеспечат инвентарем. Самым активным вручат сувениры. Чтобы получить памятный подарок, нужно разместить фото или видео с акцией в Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом «Чистый лес 2020». Каждый ребенок-участник получит фирменную кепку с названием «Экологической компании». В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных. С 1 октября охотникам разрешается добывать лося, кабана, косулю, оленя, лань и муфлона. Но делать это можно только днем и в условиях хорошей видимости. Браконьеров ждет штраф в 200 долларов. В особых случаях и вовсе до 6 лет тюрьмы. Самое главное – проверить документы. Чтобы документы были в порядке. Потому что охотники забывают, например, платить государственную пошлину. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 15.7. В случае ничего не добычи. А если, не дай бог, он что-то добывает, то, соответственно, уже уголовное наказуемое деяние, так как уплата государственной пошлины, является одним из основных документов, прописанных в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты. Нужно проверять, чтобы все документы были обязательно в порядке. То есть госсудостарение было не просрочено. Продвину разрешение на правонарушение хранения охотничьего оружия. И, конечно, чтобы все были записаны в охотничью путевку. Ну, тут уже ответственность перелаживается на егеря, так как он является руководителем охоты. Так как у нас в стране вся охота на копытных животных осуществляется в присутствии егерской службы либо руководителя охоты. То есть сам охотник не может так пойти, охотиться на косулю, на лося, на оленя. Добывать загонным способом копытных разрешено до 31 декабря. Для каждого вида животных можно применять определенные виды оружия. Список на сайте Минлесхоза. Дорогая привычка, отмененные рейсы и новые электрозаправки в стране появится больше ЭЗС. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране отмечают Международный день пожилых людей. Свои поздравления гражданам старшего поколения и ветеранам войны и труда направил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил соцзащиту и помощь людям категории 60 плюс в числе приоритетов госполитики. В Беларуси это порядка 20% населения. В стране дорожают сигареты. С этого дня цены на некоторые марки вырастут от 5 до 15 копеек. Отечественные производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. В пятницу в Беларуси стартует акция ГАИ. Движение направлено на профилактику травматизма на дорогах. По 12 октября особое внимание инспекторы уделят аварийно-опасным участкам и нерегулируемым пешеходным переходам. В Минске в 2020-м установят 110 электрозаправочных станций. Сейчас там их 171. Следом за столицей ЭЗС появится в Брестской и Гомельской областях. Всего по стране к действующим 270 станциям прибавится свыше 150. Белавиа продлила приостановку рейсов в Акшаббат до 1 ноября. В Ригу авиакомпания не будет летать до 11 октября. В Таллинн до 14, в Ларнаку до 15. Полеты в Будапешт не будут выполняться до 24 числа. А во все пункты Грузии до конца месяца. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Пинск-древ с бобруйским акцентом. Городская мебельная фабрика уже больше года входит в состав знаменитого холдинга. Столько же на предприятии проводят модернизацию. Старые станки уступают место древообрабатывающим центрам с числовым программным управлением. Максим Кембель о том, чем сегодня живет завод. Фабрика имени Халтурина, Бобруйск-Мебель – все эти названия теперь в прошлом. Сегодня предприятие входит в структуру холдинга «Пинск-древ», а это повлекло за собой ряд изменений. Самое главное – завод стал на путь глобальной модернизации. Теперь в цехах современное оборудование, оно позволяет производить высококачественную продукцию. Вот так выглядит деревообрабатывающий центр с числовым программным управлением. Итальянская машина плиту превращает в готовую деталь. Затем ее ждет покраска, и на выходе получают готовый продукт. Предприятие развивается за счет собственной прибыли, а потому и зарплата специалистов напрямую зависит от объема выполненных работ. Как раз новые машины помогают увеличивать производительность труда с меньшей затратой времени. Появилась упаковочная машина, которая подняла намного производительность, потому что раньше эти пакеты упаковывались вручную. А теперь это все делает машина. Появилась возможность упаковать больше пакетов в смену, чем была ранее. Сколько за смену упаковываете? За смену эта машина позволяет упаковать 400 пакетов. Основа экономики – это развивающееся предприятие. А модернизация – самый успешный способ вдохнуть в него вторую жизнь. Руководство завода не скрывает. Главная задача – сохранить традиции трудовой коллектив. В цехах делают все для комфорта и безопасности. Например, водяная завеса. При лакокрасочных работах вредные остатки собираются на экране, после опадают и утилизируются. Также здесь меняют окна, вентиляторы. Сохранили на предприятии фабрику мягкой мебели. У акционеров были сомнения на этот счет, признается заместитель директора по производству. Но они быстро рассеялись. Спальня, гостиная используют микс материалов. Каркас из ламината, фасад из массива древесины. Добавились новые окрашения. Мы использовали трафаретную отделку, нанесение трафаретными материалами. Где-то использовали микс только ламинат или, допустим, двухсторонний МДФ. То есть использовались новые материалы. Правильный выбор пути развития подтверждают и цифры. Средняя зарплата за сентябрь – почти 850 рублей. К концу года по плану она должна достигнуть тысячной отметки. Список заказов расписан на три месяца вперед. В этом году мы в модернизацию вложили уже более полмиллиона евро. То есть это уже о чем-то говорит. Также следует сказать, что и на следующий год уже есть планы модернизации, технического перевооружения. И мы ставим задачу, также освоить в следующем году инвестиции на сумму около 1 миллиона евро. Основной рынок продаж – это внутренний 45%. 53% – это поставки в Россию. В планах выйти на европейский регион. Сейчас изучаются коммерческие вопросы. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 74 777 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 79 019 человек с положительным тестом на коронавирус. Лаборатории обработали 1 миллион 877 440 тестов. Такие данные приводит Минздрав. В стране началась вакцинация добровольцев от коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пеневич. Испытать на себе российский COVID-препарат вызвались около 4000 белорусов. Однако для исследований отберут лишь 100 человек, которые никогда не болели коронавирусом. Период наблюдения за пациентами 2-3 месяца, поскольку вакцинация пройдет в два этапа. Первые два добровольца уже получили прививку. В прогнозе дожди и грозы. Четверг запомнился белорусом облачным и ветреным. Воздух прогрелся до 17 градусов. Надолго ли тренд? Мария Бересневич. В пятницу в Беларуси ожидается по осеннему капризная погода. Будет прохладно и дождливо. Кратковременные осадки пройдут в основном по юго-западу страны. В последний рабочий день недели о себе еще раз напомнит сильный ветер. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Местами возможны раскаты грома. Температура воздуха днем плюс 18, ночью на 5 градусов ниже. В выходные, если верить синоптикам, заметно потеплее. Температурный фон будет на 9 градусов выше климатической нормы первых чисел октября. Между тем, дожди никто не отменял. От наводнений на севере Бангладеш пострадали десятки тысяч людей. Всему виной проливные дожди, которые не прекращались несколько дней. Больше других бедствие ударило по району Рангпур. Там обрушилось рекордное количество осадков за полдня – 433 миллиметра. В безвыходном положении оказались около 100 тысяч человек. Дороги ушли под воду. Местами глубина затоплений достигла одного метра. На дорогах Ставропольского края России разбушевалась песчаная буря. Видимость не более 10 метров. Попутные встречи на авто буквально вырастают на глазах. Пыльный стол простянулся на протяжении более чем 500 километров. Местные власти предупреждают – это еще не все. Вечером ожидается чрезвычайная пожароопасность. Завтра в Бобруйске будет сплошная облачность. Дождь синоптики прогнозируют утром и вечером. Температура воздуха днем достигнет отметки в 15 градусов. Ветер подует юго-восточный с парвами до 8 метров в секунду. Вероятность грозы ближе к ночью – 75%. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. На эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!